Ну и так, продолжаем нашу беседу дискуссионного клуба, и мы тут уже вдвоем. Добрый день. Добрый день, добрый день, наши любимые радиослушатели. Я сегодня вне графика вышел в эфир. И почему? Потому что у нас сегодня вечером газета «Вести сегодня», да, «Вести», «Вести» — это «Сегодня» сейчас газета называется, правильно, да, и так далее. И там интересная статья есть, я еще, правда, не читал, что Чуркин завербовал Трампа, да, еще в 86-м году на 21-й странице. Так что я уже начал анонсировать газету «Сегодня», да, почему? Потому что это недельная, как бы, газета, уже можно сказать. И поэтому я немножко решил с вами пообщаться в дневное время и помочь Эдвину с тем, чтобы было, как бы, ему повеселее и вам тоже было бы поинтереснее. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что какие интересные события произошли. Ну, вот Сергей Шойго отрапортовал Владимира Владимировича о том, что Пальмира освобождена. Да, причем тут Пальмира, казалось бы, но дело в том, что Россия интересы свои защищает, да, защищает. И вы это прекрасно знаете, потому что ИГИЛ, значит, Джахат Анусра развилась уже как уже государство, можно сказать, большие территории заняла. И начало угрожать Южному Кавказу, Азии, Азиатским республикам. И это, значит, могло перекинуться и на территорию России. И, соответственно, значит, те беженцы, которые распространились по всей европейской части и переходят и на российские территории. Организованно. Плюс эти наемники, да, которые вербовались на территории Российской Федерации, они воевали там, и потом им надо возвращаться. Ну, конечно, это в основе лежит что? Это лежит нефть, да, а нефть это проект на Буки, его никто не отменял, да, транспортировка, будем говорить, завоеванной нефти, да, через территорию Сирии, через территорию Турции на европейский континент. И, соответственно, что получается? Получается, что российская нефть не нужна, газ не нужен, сбили цену уже максимально, сколько можно, да, для того, чтобы ослабить государство под названием Российская Федерация. Соответственно, нужно защищать интересы, об этом вслух никто не говорит, но все это прекрасно понимают, только ойл, only oil, да, то есть в основном, посмотри, в Марокко нет войны? Нету. В Алжире нет войны? Нету. Дальше там нету? Нету. Почему? Там нефти нету. Ну, если в Антарктиде найдут, наконец, режим пингвинов. Да, да, и тюленей. Так что, почему мы начали так издалека? Следующий момент, который, это нужно обозначить, какие события, это Украина, да, посмотрите российские каналы, просто, что ни передача политическая, что ни новости, везде стоит вопрос Украины, Украины, Украины. То есть режим, или как его, та власть, которая была добыта на Майдане, да, значит, незаконным путем, да, то есть свержением, будем говорить откровенно, да, то есть те обещания, которые были даны министрами, руководителями таких государств, как Германия, Франция, да, то есть кто там еще был, да, то есть на следующий день все подключали телефоны, никто ничего не отвечал, Янукович или спасся, или убежал там, да, его там преследовали, пытались отловить, единственным способом, что Россия помогла, его вывезла с Черноморского побережья Крыма в морским путем, да, то есть, и здесь получается, что? Слово Европейскому Союзу, оказывается, никакого нет. Веры нет. Веры нету. Веры, доверия нету. Они кинули тут же, буквально, то есть только подписал он, что переход будет выборы на декабрь месяц, тут же моментально, да, то есть его чуть не расстреляли, да, то есть он освободил все помещения, вывел войска, вывел охрану и прочее, да, то есть и вся эта толпа, которая поощрялась деньгами Америки, да, режимом, тем, который, как говорится, устраивал всю эту заваруху, значит, и отсюда вывод какой, дни Порошенко сочтены сегодня, да, значит, все понимают, интересно понимать, что сочтены. А нашим правящим не надо понимать, пока идут вливания финансовые, да, они это понимают, как они только кончатся, эти финансовые, да, то есть возникнет вопрос, а какую корову следующую доить будем. Доили корову. А если их кинут, как Янукович? Кинут, ну, значит, тогда надо будет собирать чемоданчики. Кто их соберет с побережья Балтийского моря? Нет, собирать чемоданчики и дергать надо, да, то есть в 44-м году дергали, да, то есть вернулись в 91-м, сейчас опять как раз вот такая, ситуация, что или-или, или-или, да, но то, что эта ситуация поменяется, это однозначно, да, и уже то, что было вот такое коррупционное, это очень и очень мало верится, что это сохранится, вот эта коррупционная ситуация. Меня интересует, куда поедет Михаил Саакашвили, да, то есть если режим в Киеве, или как его назвать, да, то есть власть незаконная Порошенко падет, да, а к этому все идет, да, все абсолютно, да, почему? Потому что, ну как, мы сами можем себе стрелять в ногу, перекрыв кислород Донбассу, если мы туда поставляем, да, и оттуда поставляется, да, то есть и налоги платились, оказывается, всех предприятий, куда в казну Украины, да, и тут обрезали свыше 40 таких мероприятий, которые слепая с металл уже даже не сравнится, да, вот, шахты и все остальное, которые уголь добывали, все это на Украину. Ну, к чему этот рассказ? Это рассказ к тому, куда Миша Саакашвили побежит. И я проанализировал, да, что он никому не нужен, да, единственное, куда... Галстук у него уже тоже вкусный, да, единственное, куда его можно пригласить, это в Латвию, понимаешь? Здесь есть русскоговорящее население, здесь и украинская диаспора, не знаю, как она будет... Новое место Майдана? Вот, но просто Америка скажет, что нужно в Латвии бороться с коррупцией, понимаешь? Нужно бороться с коррупцией, а так как Миша Саакашвили очень сильно хорошо поработал с коррупцией в Грузии, в Белиссии, значит, в Украине и у него не получилось, потому что там гремучая смесь, она просто... Там, где прошли это, да, то есть там евреи плачут, да, как говорят. Поэтому там ему просто не дали, и ввиду того, что сильно, очень сильно зависит всё от местных олигархов, да, и борьба между олигархов идёт, да, то есть Миша там просто пятое колесо в телении, да. И здесь как бы нужно побороть коррупцию в Латвии. И поэтому я считаю, что надо пригласить Михаила Саакашвили, пускай начинает наводить вот разборки. Ему бежать некуда. В Европе он не нужен, в Америке тем более уже пробовал, да. Вот, а куда? Больше некуда, понимаешь? Ну, тут назови мне какой. Понятно, а здесь-то он кому нужен, да? А здесь Америке нужен. Америка должна навести порядок с коррупцией. Понимаешь, в Эстонии более-менее в порядке, в Литве более, да, а у нас вообще никак, да. Поэтому надо на какой-то период времени, да, типа как НЭПа, да, пригласить его на 2-3 года, вот, чтобы он здесь навёл зачистку, да, то есть и разобрался с коррупционерами. Как-то такой план. Очень сомнительный, потому что здесь не та ситуация, здесь никто... Ладно, не оправдывайся, да, ситуация не та, у нас просто выносят, на всех уровнях выносят, понимаешь? Просто, да, то есть уже просто дошло до того, что уже, ну, все европейские деньги, они говорят, что там столько денег, говорят, осваивать надо осваивать, но они-то заканчиваются. Всё, они заканчиваются, а дальше что делать? Ну, долги, у нас с долгами всё нормально, поступление заканчивается, долги... И на сегодняшний день, посмотри, война идёт не только в Сирии, война идёт не только в Украине, на Украине, а война идёт где сейчас? Война идёт в Париже. В Париже, во Франции. Почему? Никогда такого не было, никогда вообще из истории, сколько я вот слежу за всеми различными выборами, чтобы такая война была во Франции, за президентское кресло. А знаешь почему? Потому что всё начинается всегда с Франции. Нет, не потому что с Бастилии начинается, а Бастилия заканчивается, да, и вот сейчас кто возьмёт Бастилию, да, от этого зависит Европейский Союз, зависит будущее Европейского Союза, зависит, будет ли существовать этот Европейский Союз, и зависит от того, кто станет президентом. И если Франсуа Финьон сказал о том, что он дружен, и Путин его поддержал, и прочее, да, то есть его надо мочить в первую очередь, его замочили, можно сказать, да, и затопили уголовное дело, обыски, где это видно, чтобы у кандидата в президенты делали дома обыски, понимаешь? Я не знаю, права были или нет, но у Трампа лишили права пользоваться телефоном, я даже не верю в такое, ну, не откали. Да, до Америки фейковые новости, это всё понятно, значит, телефоны, как они покупаются, как и получаются, и это без проблемы, можно на Папу Римского открыть телефон, и ты будешь говорить. А тут во Франции идёт битва за что? За независимую Францию или за распад Европейского Союза, понимаешь? То есть идёт битва быть Европейскому Союзу или нет. Поэтому все монстры, финансисты, банкиры Европейского Союза кинули деньги на Макарона. Как правильно? Макарона? Нет, Макрона. Значит, Макрона, да, ну, чтобы не забыть про Макарона, да, то есть надо говорить Макрон. Вот, если не хочешь это, ну, я просто как бы синонимы слова такие, извиняюсь, да. Значит, и здесь все крупнейшие финансисты, все олигархи, банкиры, политики, все кинули денег на раскрутку Макрона. И, соответственно, уничтожение конкурентов. И первые два конкурента, это, конечно, Мари Липен и, конечно, Франсуа Финьон, да. Почему? Потому что они хотят эту кость с мясом голодать дальше, да, а крадывать народ и эту концепцию войны, концепцию глобализации сохранить до конца. И здесь вопрос, выдержит ли Мари Липен вот этого явного нападения? То есть ей надо поддерживать максимально Франсуа Финьона, договариваться с ним и говорить о том, что если тебя съедят, ни в коем случае не сдавая позиции, во втором туре мы должны с тобой победить, и ты будешь тогда вице-президентом страны. Ты будешь вице-президентом страны. Но нам надо победить не только во Франции, нам надо победить весь Европейский Союз. Всех вот этих чиновников, всех вот этих вот банкиров, всех Ротшильдов и прочих, да, которые сегодня ратуют за сохранение воровской вот этой коррупционной составляющей. Если они победят во Франции, они победят в Европейском Союзе. Они победят в Европейском Союзе. Все. И тогда крышка полностью Европейскому Союзу. И они это прекрасно понимают. Липен и сказала, что вам хана. И здесь она не просто так ездила к Трампу, не просто так она сидела там у нее в Трамп Тауэре, да, общалась с пиарщиками и прочее. То есть она заручалась именно поддержкой, технологиями и прочим, как организовать, как победить, как сделать френч эксит, да, френч эксит. Или как он сейчас называется? Фрексит. Фрексит, да. Значит, и вот эта судьба, значит, именно сегодня всего Европейского Союза, в том числе и Латвии, зависит от выбора во Франции. Конечно. Потому что это правая рука Германии. Правая рука Германии, да. То есть это все. Это поставлено на карту все. Быть или не быть, да. Но даже если и победит, скажем так, этот Макрон, да, это говорит о том, что все в Европе открыли глаза. Они все видят, что происходит в Европе. Кто финансирует. Кто? Все банкиры, да, то есть все это. И недаром Мари Лепен в Европарламенте однозначно лишили неприкосновенности. Почему? Потому что она сказала, если я побеждаю, значит, Франция поднимает первый же вопрос о выходе из Европейского Союза. Все. И все эти чиновники, все как один, можно сказать, я не знаю там какое голосование было, да, но так предметно, что там максимальное большинство проголосовало за выдачу ее на преследование, да. Они заинтересованы в противоположном. Сохранить свои места, сохранить свою карбушку. Да. И, соответственно, мы видим, что война идет не только сегодня во Франции, да. Эта война идет и в Голландии, где будут выборы, и в других странах идет движение уже о том, что так дальше жить нельзя. Все, мы дошли до определенного момента, и за этой планкой уже все начинается бездна просто, да. И мы видим это тоже, как медики выступили, да, и что наши тут же попятились. Ой, и вам там добавим, и вам там добавим, и вам там добавим, и вам там добавим. За счет чего, интересно? А за счет кого? За счет людей. Увлечения налогов. За счет людей, да. За счет именно последней обдирать будут, да. Вот, поэтому сейчас мы предлагаем поставить песню, да, значит, под названием, как песня называется? Не валяй. Не валяй дурака Америка. Почему? Потому что мы видим, что демократы, да, значит, демократы в Америке, значит, устроили войну с Дональдом Трампом, его администрацией. Не успели избрать нового судью прокурора, да, как его обвиняют, что он говорил, встречался, говорил с послом, значит, и давай отставку, давай в отставку, давай в отставку. То есть, начинают еще, не успели избрать, уже начинают наезжать, уже начинают топить. Поэтому мы видим эту войну, да, значит, и средства массовой информации, значит, возглавят эту войну по импичменту Трампа, да. Для того, чтобы максимально, а средства массовой информации за бесплатно работают? Ну нет, конечно, тут большие деньги работают. А кто эти большие деньги дает? Расставчительские деньги. Какие? Банки. Банки. Подожди, но банки-то они не во главе стоят, надо кого-то ставить. Значит, здесь очень интересная картина, что финансирование идет, и за этим говорят, говорят, это я не видел, я не слышал, свечку не держал, но говорят, что всю эту компанию возглавляет Барак Обама. Вот, вместе с твоей подругой Хиллари. Они менеджеры, за ними стоят большие силы. Ну давайте послушаем вот эту интересную песню, я не слышал, не валяй дурака Америка.